Собственно, всем здравствуйте! Меня зовут Сергей, чаще и больше известный инквизитор. Разговаривать мы с вами сегодня будем про страйки сцены. Очень животрепечущая тема для многих. Давайте помониторим сначала зал. Кто из вас выступает? На разных фестивалях, косплеях, еще где-то. Все выступают, все присутствуют. Отлично! Вот теперь поднимите руки те, кто абсолютно не боится выступать, не боится выходить в зал. То есть, вот как за кулисами, как дома, так и на сцене. Одно и то же состояние. Есть один человек? Два человека. Я не знаю. Хорошо. Я не знаю. Мелкий паник не садится, я все сам могу сказать. Теперь поднимите руки те, кто в принципе не боится, но перед выходом, такое волнение, покалывание, вот что-то. Ты уже поднимался, сказал, что ты ничего не боишься. Да, может и другое. Одно дело выйти на сцену, а другое именно за топ-карт проект выступления. Ну, то есть, в принципе, когда ты... Я волнуюсь перед выходом на сцену, но на сцене себя чувствую абсолютно спокойно. Все, вот соответственно, деборщика второй группы, вот еще раз, вот вторая группа волнения. Ага, хорошо. А теперь поднимите руки те, кто, извиняюсь за работ, ссыться вообще выходить на сцену, трясутся коленки, дрожит голос, дрожат руки, и уж мамочка, я пошел назад. Нет, я не то, что боюсь, я хочу себя там поубивать просто, когда я выхожу. Ну вот, 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 вот. Там больше не страх, а даже до крови. Ага. Отрицание толпы у него, судя по всему. Ага. А с тобой что? А я боюсь выступать на небольших прогонах перед фестивалем, то есть, мне страшнее вот маленького, это публика, который в виде маленьких лиц, просто пришли сами участники, то есть, мне это страшнее, чем большая толпа. А я толпы не боюсь больше, то есть, это не страшно. А вот маленькая, вот, чуть ли там, оргия, например, на просмотре Воронежа, я просто, вот, мандраж полный, на самом деле, я не нормально. Отлично, вот об этом мы сегодня, в том числе, будем говорить. На самом деле, все есть, вот, по большому счету, если говорить о стране сцены, есть вот эти вот три модальности, как таковые. Полная безмятежность, полный комфорт на сцене, легкое волнение и страх. У некоторых страх реально уходит в фобию. Если вы много ездили выступали, может быть, даже встречали таких людей, у которых за кулисами, вот, через 10 минут выход и началось. Некоторых рвет, начинаются проблемы с кишечником, некоторые падают в обморок, действительно такое бывает. Это нормально для человека, и сейчас мы как раз будем разбирать, что, все вот это, как это происходит и почему. В психологии есть один закон. Сам я психолог профессиональный, с образованием, повышение квалификации и практикующий психолог. 11 лет на театральной сцене, разных фестивалей, не только аниме-фестивалей, театральная подготовка была. Поэтому через эту призму смотреть я привык. Загон. Чтобы избавиться от проблемы и страха в том числе, нужно осознать причину этого страха и принять ее. Можно, конечно, походить к консультанту, да, то есть как-то психологически проработать это, все равно это останется. Почему это останется? Чуть позже мы это рассмотрим. Вот теперь давайте думать вместе с вами, что есть страх сцены. Вот у нас есть стол, да? Вот пианино, отлично. Вот теперь помните руки тех, кто сейчас этого пианино боится. Если расстроено, то страшно. Нет, теперь не надо им играть, оно просто стоит в углу. Да? То есть его никто не боится. Ребят, пианино состоит из досок, да, то есть определенного образом смешанного. Сколоченная сцена, это тоже сборище досок. Почему вы боитесь сцены, не боитесь пианино? Ну я пианино не хожу. Вот, смотри. В принципе, у тебя сейчас мысль идет правильная. Мы боимся не предметом. То есть страхом сцены, вот этой самой фразой, подменяются несколько другие понятия, внутренний процесс, который происходит. А вот теперь давайте думать, что за процессы происходят на сцене, которые мы реально боимся. Чего мы боимся? Чего вы боитесь, да? Выходя, я за пубрисами, меня не видно и я пошел. Ну взгляды, мнения, осуждения, осуждения, своих неудач. Так, еще. Сейчас всех снимут, калец, садки не будут. Да, как тебя сфотографируют, конечно, снимут. Так, еще мысли. Горд, это не горд. Открытое пространство. Так, так. Поподробно. Открытое пространство. Реакция зала, где ты не видишь, но тебя всем видят. Так, ага, очень хорошо. Реакция зала. И вот кто не высказался мысли? Реакция зала. Так. Я тогда еще, наверное, свет прописал как раз. То, что свет слепит, и ты не видишь ничего, ты один. А еще боимся, если выйдем и сделаем что-то не то, с импровизируем, а потом нас будет отчитывать за эту импровизацию режиссер. Типа ты не так сделал, ты что за парол? Вот так вот. И я не слышал, да, мнения? У меня просто много знакомых, у которых разные мнения были. Некоторые боятся, когда они не видят зал, зал в темноте и прожек, который направлен на артиста. И артист не видит, что происходит за это. Но им от этого страшнее. То есть, когда они видят освещенный зал, им поспокойнее. Но я также знаю своих знакомых, которые наоборот, когда они видят зал, это выбивает их из колеи, они начинают мандражировать и сбиваются на сцене. А вот как раз, когда не видят публику, им лучше. Но, наверное, вторая группа – это больность, постоянная. Первая – это я не знаю, какая-то особенность. А на самом деле, вот то, что ты сейчас говоришь, это одна и та же группа. Сейчас вы высказались все на вопрос, о чем мы боимся, выходя на сцену. Вот сейчас просто в голове вспомните то, что вы говорили, свое мнение. Ребята, вы сейчас сделали первый шаг основе своих собственных страхов, потому что человек говорит только о том, что является частью него. То есть, кто о чем говорил, тот и боится этого. Вот сейчас поподробнее начнем разбирать, в принципе, все, чтобы это сказано было верно. Сотно-страхственно, чаще всего этим понятием подменяется один очень большой, глобальный, многие психологи его называют вторым по значимости страхом. Страх публичных выступлений, когда мы выходим в аудиторию, неважно, это сцена перед нами, зрители, либо мы выходим с какой-то презентацией по работе, либо мы выходим в университете преподавать лекцию, и происходит примерно это. Что есть вообще страх публичных выступлений? Я страхами занимаюсь очень давно, сейчас собираю материалы на кандидатскую диссертацию именно по страхам. На самом деле, страх публичных выступлений – это тоже своего рода подмена. Вот хоть и очень значимый, но первое по значимой идет страх смерти, потом страх публичных выступлений. Это два страха, которые обусловлены биологически. Вы все люди. Вот, отлично. Кто-то покивал, один сказал «надеюсь». На самом деле, что есть человек с точки зрения биологии? Человек – животное. Просто высокоорганизованное, разумное. И так далее. Соответственно, человеку свойственны те же самые рефлексы внутренние, которые свойственны с животным. Стая, ты против всех, когда монолок идет. Вот, в принципе, мыслишь верно. Страх публичных выступлений в голове несознательно. А вот изнутри то, что самое колют. Знаете, как звучит? За кулисами, в принципе, ничего. Я один, их много. Меня сейчас съедят! Один против всех. Совершенно верно. Один против всех. Один против толпы. Когда человек выходит... Сейчас вспомните, животный мир. Когда одно животное оказывается напротив большой стаи какой-то. Обычно стаи не собирается просто так поговорить. Почему я все наоборот? Наоборот, ты... Я что, выхожу и думаю, сейчас пойду, вбью всю эту талпу, а то, наоборот, я все туда бояться. Вот, вот он сейчас запомнит эту мысль, потому что мы до нее дойдем. Мы до нее дойдем. Ты абсолютно верно мыслишь. Вот этот страх стеять, этот инстинкт самосохранения, по большому счету, срабатывает. А вот теперь давайте думать, а за что у нас вообще должны съесть? И вот, когда мы сейчас будем разбирать, за что у нас должны съесть, будем думать уже пути решения из этого первое самое такое вот прям практически у всех это актеров есть и особенно они мы в фестивалях я это за кулисами наблюдаю уже не один фестиваль господи я сейчас лажанусь и забуду словами что-нибудь отвалится я спутнусь и струюсь по всей цели это будет ужас да во первых себя настраивают во вторых ну действительно страх облажаться он нормальный когда ты вот придумал что я сейчас это слепительная конечно лекция моя сцена там ролик играть и действительно хочется сделать именно так сейчас на таких эмоциях что-то забудешь что-то не так пойдет и вот этот страх есть выход из этого ряд гениальный должна была быть лекция собственно лесы по дедлайну то есть как готовится выходить из этих ситуаций когда что-то забывается сейчас эту лекцию прочитаю вам и я лекция звучит так лекция очень коротенький звучит так готов заранее делать кослы не в последнюю ночь перед фестивалем сценарий писать не за две недели до фестиваля на самом деле сейчас это выглядит смешно но профессиональные актеры до постановки даже если это небольшие какие-то театральные выступления там в два-три действия на 2,5-3 часа даже небольшие миниатюры они готовятся несколько месяцев в театральном училище курсовые дипломные проекты готовятся год то есть они в начале года пишут сценарий уже распределяют роли и репетируют 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 на прошлой лекции была передо мной сидела девочка которая сейчас учится в театральном училище которая сказала а в актерском нет выходных нет воскресенья действительно ребята это да я когда сам работал в театре мы могли приходить часов 8-9 утра и уходить из театра в три ночи это были постоянные прогоны и так вот несколько месяцев когда вы уже подготовлены когда вы выходите на сцену у меня я вот один раз сломил вот этот момент года 4 опыта уже был на сцене мы репетировали каждый день по несколько часов я вышел на сцену и не то что не могу забысловывать них уже тошнит они настолько уже въелись вот когда вы постоянно репетируете много времени этому уделяете это становится частью вас нет я сейчас не говорю там как же чего-то есть привожу пример как это работает у профессионалов что мешает нам до обычным кастбэндом занимаешься театральной самодеятельностью на аниме фестивалях принять это только придумать придумать сценку не за месяц до фестиваля а придумать сценку и подумать на какой фестиваль будущий это может хорошо зайти подумать какая сцена вам подойдет к вам больше нравится на тани бати в вородину в липецке на гаха в городе и начать ее готовить очень часто бывает такое что в одну сценку собираются люди с разных городов естественно вместе репетировать довольно тяжело естественно когда ты будешь выходить на сцену за месяц такое не сделаешь ты это сделаешь абы как естественно это может что-то отвалиться именно подготовка заранее о да вот вот это и вот это чуть не забыл об этом лекция будет на black dragon в самаре в октябре кто хочет приезжайте посмотрите но как очень многие как кастбэн и сейчас такие молодые в основном избегают этот страх что я сейчас забуду слова где-то облажаюсь мы будем делать мы запишем фанеру где будут все слова тогда что точно слов не забудем и будем играть а на самом деле откроем страшную тайну стиль игры в синхромов раза в четыре сложнее чем стиль почему потому что когда вы играете в живую вы играете с микрофоном у вас всегда есть возможность какой-то какого-то маневра импровизации эксперимента кто вчера был на кастой шоу в принципе все видели а кто его смотрел из зала но основную часть все из зала смотрела вот такой вопрос интермедиа до работы ведущих твоему ощущению насколько сильно не лажали они же работали в живую в принципе они работали с микрофонами поэтому как вы уже сказали когда у них случалась какая-то накладка они быстро выкручиваются они сами контролировали когда у них начинается речь когда заканчивается а много ли этих моментов было вот в том-то и дело их реально было довольно много ребята настолько ориентировались в этой ситуации подстраивались под ситуацию и выходили здесь с момента так что этот зал просто не заметил я приведу пример из своей практики мы ставили один спектакль не очень большой чуть больше часа такая романтическая даматическая история молодой парень и у него девушки не встречаются живут вместе лет пожениться и ситуация она совершенно случайно увидела его с его же коллегой молодой девушкой кафе вот такая сцена я значит на сцене в квартире читаю газету и тут она должна ворваться сказать я тебя видел ты такой сякой у нас происходит очень такая эмоциональная тяжелая ссора на которой потом завязываются дальнейшие действия да а что происходит на самом деле в реальность я знаю что его читаю она в этом запале полетает из-за кулисы на меня астана и получается она на каблуках зацепилась за провод споткнулась и она на сцену просто вывалилась не упала вот таким шагом это ее сбило я значит так из-за газеты на нее смотрю я вижу у нее в глазах абсолютно паника и я понимаю что она забыла свои слова она не может дальше читать свой общий текст а это конвенционная по сути сцена установки но тут благодаря опыту нашему замечательному режиссеру она вот это вот вылетела вот так споткнулась понимаешь слова забыла она видит мои глаза и понимаешь что я это понимаю я хотел тебе что-то сказать но забыла на это я так сижу не говорю вот тогда иди когда вспомнишь тогда вернешься она совершенно спокойно с таким степенушкем выходит за кулисой там суфер и быстро напоминает вот самое начало фразы в голове это всплывает уж по репетицию нашли уже вылетает неважно что я там забыла я тебя видела и тут дальше мы начнем работать когда вы работаете вживую у вас такая возможность есть когда вы работаете в синхронуме синхронный звук у вас такой возможности абсолютно нет да вы не забудете слова что они записаны но вы забыли что сейчас будет происходить вы не попадаете своими действиями под звук это заметно исправить вы ничего не можете но когда вы просто не попадаете там каким-то жестом это одно а когда пришел конкретный фейл вы выбегаете вы должны пробежать всю сцену а посередине падаете на колени вот это не напоминает да я говорю о конкретном случае и многие люди в этом всем участвовали там все было нормально там все вписалось там ничего не вписалось потому что она должна была убежать а девочка говорит девушка вы потеряли вещь свою и потери на вещи завязывается вообще весь номер а когда тут часто девушка вы потеряли свою вещь эта девушка еще даже не поняла что она на коленях а она должна быть уже за флисом да и не надо воспринимать зал идиотами на самом деле это все видно и поэтому номер начинает просто сыпаться если вы мой всегда совет если вы только начинаете работайте в живую работать в живую во первых это колоссальный опыт это тренирует память это тренирует ваше эмоциональное состояние вы контролируете то что происходит на сцене в синхромове вы не контролируете то что происходит на сцене вас контролирует звук и это наоборот если вы только начинающим не прочувствовали как это в живую работать раз файл два файла вы просто привыкайте работать в этих проблемах в этих неудачах и так далее можно еще сказать из своего опыта меня очень раздражает то что фонограммы Касклеера записывают до того как начинает репетировать то есть репетиция не прошла пришел на фонограмму текст у меня даже были начинки текста а люди из которых даже его не читали и не видели класса в первый раз ты все говоришь правильно просто сейчас все таки тема лекций не синхромов мы сейчас не будем в это углубляться это вот в октябрь в Самару приезжайте там будем очень большую дискуссию на эту тему вести да то есть мы сейчас это как один из неверных способов избавления от страха от этого блажанки да ошибиться следующее другой страх очень интересный очень такой ну для меня лично забавный мне за этим любви очень забавно наблюдать это страх опозориться с одной стороны вот сейчас подумай а чем они отличаются вот облажаться и опозориться поясню если в первом страхе то есть я облажаюсь это страх направлен на вас что вот я что-то не сделаю вот ну блин я вот не подготовлен я вот такой секой да то есть в некотором случае степень ответственности лежит на вас и вы ее воспринимаете то страх опозориться это в принципе та же самая ситуация но ответственность перекладывается на них так такой страх свойственным людям с очень высоким чувством собственного величия я сейчас тоже буду приводить конкретно реальный пример многие этот пример знаю он не так давно происходил выходит человек я играл в театре я гамлета играл я все сыграю потому что я великий актер там все говно а потом начинает играть роль и он ее не может сыграть он понимает что это просто позор его великую голову его никто не может понять и вы не представляете насколько сильно этот человек расшатывает на сцене когда человек выходит он считает что он просто гениальный он если невысокий то к минимуму безруков и все должны аплодировать стоя и плакать на его цены абсолютно никакой реакции это подкашивает самооценку хотя на самом деле надо работать на зал совершенно верно пришел мозг ООН и надо всегда доставлять довольствие с залу ты пришел не для себя ты пришел на публику это мы сейчас чуть-чуть позже мы сейчас до этого дойдем в принципе но это есть есть такие люди и выход из этого состояния в принципе один реально оценивать свои силы потому что у меня честно я не считаюсь каким-то гениальным актером талантным да я знаю что я что-то могу но у меня были случаи когда я просто и откровенно говорил ребята извините эту роль я не сыграю именно так как вы хотите я ее не сыграю я от нее просто отказывался а когда вот этому великой звезде говорят вот давай он не может признаться что он не сыграет это ж позор да и вот вот эта вот постоянная внутренняя накрутка очень сильно активизируется утомиться прямо перед самым выходом а еще чаще она срабатывает прямо на сцене когда уже ничего исправить нельзя и как правило из-за этого номера начинает просто рассыпаться а дальше уже об этом говорили собственно такой четвертый глобальный страх да присаживайтесь присаживайтесь всем здравствуйте то есть снова прибавший а теперь сначала а теперь сначала наконец-то подошли а собственно вот четвертый страх да это страх о нем говорили это страх негативной оценки меня люди не поймут скажут что я какой-то не такой с одной стороны он так же похож на опозориться но вот этот страх реально в плане работы здесь у меня места есть еще побольше все таки позаботьтесь о себе я позабочусь о себе вот я даже не сомневался это один из самых интересных страхов с которым я сталкивался в работе один из самых которые тяжело работать страх негативной самооценки это абсолютное нещажение себя в голове он звучит примерно так меня не любят вы приходите на хат-слей-шоу либо вы приходите на какую-то там постановку люди в зале есть знаете о чем это говорит а то что люди мотивированы они пришли вас слушать они готовы вас слушать они готовы вас смотреть они готовы воспринимать неважно что происходит на сцене они готовы другое дело когда вы где-то на улице начинаете быстро собирать людей да чтобы что-то им показать там это нафиг не надо естественно вот это может актуализироваться когда вы приходите на подготовленные мероприятия люди в зале они готовы я скажу больше на аниме фестиваля люди приходят смотреть то что происходит на сцене приходят смотреть персонажи приходят смотреть косплей и большинство из них абсолютно по барабану кто находится они смотрят на качество исполнения и на его подачу вас на сцене нет поэтому как вас могут не любить если вас на сцене нет это очень хороший стимул если это понять на репетициях но здесь нужен конечно опыт это приходится временем чтобы достигнуть этого состояния да реально вживаться в роль ну все помните вчерашний обед я с ним работал практически практически 6 часов чтобы он реально он вошел в это состояние да оно ему психологически очень близко он хорошо мог вжиться но я его отстраивал по стойке отстаивал голос взгляд то есть вот 6 часов ну ночью спали на самом деле вот результат мы вчера видели то есть он даже выходя за пулисы вот он выходил реально с таким же выражением он не выходил из ролика практически до самого конца вот на самом деле вот так вот и надо играть в анимых фестивалях очень удобно то что вы выходите на очень короткий промежуток времени 3 минуты там 10 минут да постановка вам не надо постоянно держать себя вот в этом тонусе вот постоянно постоянно в ролях позвольте мне согласиться я слышала в интернете очень много негативных отзывов что посетители приходят на фестиваль посмотреть не столько косплей шоу сколько увидят своих любимых персонажей и им не нравится когда косплей не вживается в персонажа стоят коры и так далее но смотри здесь другой момент когда вы выходите на перерывы пофотографироваться да естественно вы отыгрываете свою роль но идет блок из плей шоу 2 часа там с копейкой вы вышли на свои 10 минут зачем вы за кулисами будете вот в этом состоянии расслабьтесь попить до пяти начался перерыв все вы персонажи вы пошли фотографироваться да многие удивляются между прочим вот а почему вы такая грустная ходите потому что у меня персонаж грустный да совершенно верно я вам скажу вот в этом году на Воронеже был совершенно вот просто потрясающий из во первых костюм самый простой там в косплее ничего такого но так себе вел шикарно мы пришли во второй день на лекции он сидел на стуле как поджав ноги без ботинок в полной в полном чуждении от людей то есть масса где-то там он сидит по центру его вообще нет это это действительно было шикарно на ЛПНРе человек босиком по мокрой брусчатке ходит и сидит на лавочке точно так же вот но как бы это действительно это уплевать особо с первого раза конечно такое тяжело сделать как это научиться если это ваше первое начальное выступление берите персонажа полегче который вам психологически близок по темпераменту его отыграть проще потому что он на вас чем-то похож сделайте на него костой поиграйте в этом когда вы почувствуете вот эту уже волну как подстраивать под своего персонажа уже можете углубляться и делать совершенно на вас не похожего человека можно сказать противоположность то есть я весь вот такой халере 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 а тут мне надо его сделать то есть начинайте с блеска и уходите дальше и дальше это действительно поможет и вот страх негативной оценки это очень сильно снижает вам гораздо проще на сцене и в общем да то есть вообще говоря есть один такой совет избавление вот этого страха сцены да ощущение что меня съедят вам нужно четко чувствовать свою группу потому что на самом деле на аниме фестивале происходит следующее вот у нас Семька мы все из этого как мы шили отличные костюмы но я выхожу на сцену и один из этого попротив а то что мне за спиной еще тридцать человек моего кастбэда это как-то не в счет я вам скажу так когда в театральных училищах учится вот группа учебная с первого курса они начинают что-то репетировать что-то играть поначалу очень сложные постановки например на первом курсе театральное училище учат играть не душевые например стул камень столб диван да то есть на этом очень хорошо нарабатывается но вот курс идет поток вторая второй семестр курс диплом как правило по театральных училищ они устраиваются на работу в книге в книге потому что самое главное вот даже курсы просто актерского мастерства они профессиональные первое чему начинают учить это чувствовать друг друга работа в команде работа в команде работа не просто в команде работа с живым организмом когда вы настолько поздравитесь друг по другу и даже если вы забыли слова у вас есть это ощущение вы просто каким-то малейшим действием или мимики партнера из своей команды вы понимаете что он дальше делал вспоминаете и это гораздо легче вот самое главное мне не очень нравится когда кастбенды есть вообще несколько шикарных кастбендов я их обожаю хоть три человека вот мы кастбенд у них не было ни одной постановки чтоб там было меньше десяти человек их кастбенды трое то есть если вы кастбенд делайте на размер своего кастбенд чтобы действительно сработаться много репетировать начать чувствовать друг друга когда вы на сцене чувствуете эту поддержку вы чувствуете что вы один большой организм и вы уже не боитесь того стало полторы тысячи человек но вы огромное существо размером со сцену восемнадцать метров туда и десять метров туда и еще под потолок с десяток метров такому существу естественно бояться крайне тяжело я вот вы рассказывали я вспомнила что да с мксбендом или с кем-то мне не страшно у меня есть только волны когда я одна на сцене да что то есть такое вот я просто я просто скопаюсь пытаюсь понять чтобы вас спросить какой именно страт вы сейчас скопаетесь теорию завершу и в конце мы уже пообщались просто на вопросах да то есть вот как вы откладываете это все к себе вот именно работайте вместе срабатываетесь когда у вас есть этот организм вы можете к себе подключать новых людей по одному по два они очень быстро сориентируются они подстроятся под вас потому что когда каждый играет сам за себя непонятно а где мое место а когда все играют на одной волне то мне понятно ага я дальше должен действовать точно так же да то есть и это все это очень большая поддержка действительно когда вы чувствуете что вы не один на сцене вот этот страх уходит а вот теперь момент да то есть мы идем под против на настоящее волнение на сцене то есть мы сейчас поговорили о страхе то есть когда человек сейчас выходит и он сейчас на сцену это не бать в этом году был вообще шикарный случай который он привел за полисой стоит кастбентом выходить на сценку стоит один такой персонаж бледный бледный ой мне плохо я ушел вот прям во время шоу нет за кулисьми выходить следующим номером и он пошел его уходов с руководителя как бы слышь родной соберись тряпкой ну как бы они отвели все хорошо но действительно такое может быть вот об этих моментах мы сейчас поговорили да почему они возникают как с этим бороться вот теперь волнение на сцене когда вы в принципе подготовлены вы полгода назад еще сделали весь свой крафт все пошили вы отрепетировали вы знаете все свои слова вы знаете как вам надо играть но что-то сверпить да вот перед выходом легкое волнение дрожь в голосе на эту тему на самом деле была шикарнейшая лекция в Оспе на Танибате в этом году лекция записывалась ее можно найти поговорить там с Усаги с теми же там в Оспе посмотрите эту лекцию он давал потрясающе шикарные советы пересказать я их сейчас не буду потому что это еще всего час займет вот просто очень кратко пробежимся по большому счету это медитация в некотором роде как вот это вот волнение во-первых вы должны быть с собой довольны скажите кто перед выступлением вот в день выступления да то есть он где-то через час через два выходить кто ест нет я говорю не так что я в этот день вот поела а вот именно прямо перед выступлением где-то за час небольшой пересмотреть по ситуации нет 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 есть теперь самый смешной вопрос а кто перед выступлениями высыпается кто перед выступлением вот там минут за десять посещает уборную помню а там только поздравишь наступление некогда обычно вот вот очень вот штраф задержаться в туалете шикарное это это воспринимает если как бедство что если вдруг пойду то кто-то меня накроет и оттуда просто я не выйду на самом деле справиться с волнением очень просто во-первых удовлетворить свои физические потребности мы уже сегодня определили что все люди живут ну а если не хочешь есть а если не хочешь если не хочешь есть а если приперла прямо перед выходом на сцену что делать вот вы опоздали до этого говорить что это уже по проявлению самого страха ну да то есть когда многих тошнит проблема с кишечком наоборот это есть и все предыдущее время рассказывал как раз об этом состоянии вот на самом деле если вы уходите на сцену с какой-то неудовлетворенной просто физической потребностью вы не выспались либо ваш организм голоден хотя сознательно вы на стрессе совершенно есть не хотите но да там хотя бы салатик перекусить кофейку выпить надо абсолютно необходимо тогда ваш организм успокаивается и уже не ведет себя на физическом уровне трясучно то что надо выспаться надо в общем удовлетвориться полностью выпить нет стоп вот к этому сейчас подойдем к этому в принципе и ведом когда вы собираетесь дома встаньте пораньше помойтесь мужчины бобрейтесь если как вам не нужна щекина по персонажу придется в порядок одеть чистую одежду подойдите к зеркалу и должно быть такое состояние вы собрались вам сейчас выходить уже и ехать что посмотрел и остался доволен я не то что я нега крут а вот именно доволен я выгляжу и чувствую хорошо просто бессознательно может построить частный случай что потом сломал ногу все ну ребят я выступать не могу а внутренне ес мы тоже знакомы ну действительно у меня были случаи такие знакомые да 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 это классическое место которое проявляется вот в этом в этом проблеме почему вы меня не взяли почему вы не бегаете меня ой слава богу да 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 дальше второй да способ как животные избегают быть съедены притворится мило бревно на сын совершенно верно то есть это так я играю в такую хорренька хорритматичного вот он может даже играть что-то там ходить словами синхромую это ребята это выглядит вообще шикарно там идет я там и диалог ты любил принцессу я А там такая пафосная речь Это Вы все это видели Такое бывает И Третий способ Контратака это самое веселое Именно нападение Агрессия Вот ты сейчас мыслишь верно И ты как раз говорился Вначале об этом Именно по этой причине страха Сцены никогда нельзя От него отказываться Потому что это по сути Самый большой двигатель Вашей работы Немножко расскажу как происходит физически Что вообще такое страх Это очень мощный выброс в кровь Гормонов в том числе адреналина Адреналина у вас зашкаливает По всему организму Сердце начинает очень быстро колотиться Все это разгоняется От этого начинается вот такой вот мандраж Потом адреналина начинает распадаться При распаде адреналина Выделяется такое колоссальное количество энергии Что вас просто начинает разрывать И вот от этого Идет какое-то вот расслабление То есть вы вроде напряжены А ноги подкашиваются Все трясется Потому что Это особенно после ухода за сцену происходит Вот Вот совершенно верно Уж на сцене вы работаете на адреналине А потом начинает распадаться И вот-вот Вот так вот Они перенируют Чуть-чуть перед выходом И выходят Как я после поступления на Благераде Александр Рабинова Ушел Что нужно Как от этого избавиться Как себе в этом помочь На самом деле Совет очень прост И я в принципе практически не видел никого Кто бы это практиковал Помогите своему организму справиться с этой энергией Как избавиться вообще от личной физической энергии Сделайте физические упражнения Минут за 10 до выхода Только вы почувствуете Что у вас вот пошел прилив Сделайте 20 перседаний И чтоб 10 отжиманий Во-первых Это разомнет ваши мышцы Вы уже будете выходить С телом Которое в тонусе Оно готово сделать Практически любое движение А если костюм не позволяет А? Если костюм не позволяет Значит перед тем Как одеваться в него А Потому что в принципе Это не бывает так Что я подошел И все Оно нарастает в течение дня Просто сделать чуть-чуть побольше Чтобы Именно чуть подустали Прямо совсем чуть-чуть И когда вы оденетесь Пройдет вот это время Ваш организм Вот он наберет вот эти силы Скину лишнюю энергию Остальную энергию Нужно переводить в эмоции Да? Энергию Вообще что такое выступление? Это эмоциональная подача В зал Ребята Я вам просто Может быть для кого-то Это будет открытием Для кого-то нет Люди не воспринимают То что происходит На сцене зрительного Никто Ни один человек Удачная постановка Когда вы Передали Энергию И эмоции Своей сцене И этими ощущениями Они прониклись Сопоставили с этой картинкой Сказали А как же костюм Дефиле А? А? А вот в том-то Лисе дело О чем очень много Пытается Будешь на ближайшем фестивале Где будет диф Обязательно постой с ним Посмотри как он проводит репетиции Дефиле люкс В этом году Я ему помогал это делать Выходят девочки Потрясающий крафт Действительно Они Классно сделают Три девчонки Три боевые валькирии Обалденных доспехов Как они их бедных носили Я даже не подстрирую Они тяжеленные Но они выходят Обалденные стоки снили Я представляю Как это будет выглядело на фотографии Это шикарно И при этом Диф на них Чуть и не благим матом Девочки У вас такие позы Вы варитесь Покажите мне эту агрессию Покажите мне эти эмоции В своей позе Сделайте напряжение Да? Даже в дефиле люкс Это вообще в любом дефиле Эмоции очень важны Потому что Как я говорил до этого На сцене не вы На сцене ваш персонаж Если персонаж агрессивен Выходите прям агрессивно У вас персонаж маньяк Вы выходите И вы просто ненавидите в зал Или Скромная маньяка На сцене вас нет В любом случае Даже если это статичные позы Даже в дефиле Всегда работать эмоциями А где эти эмоции? Взять? В самом запасе Распады дреналина И напоследок О чем хотелось бы закончить Над одной очень Действительно страшной Губительной ошибкой Очень многих Начинающих Непрофессиональных актеров Будет бавление Страха Дело было на конибатии В этом году Оспе Мы все ждем Собирается в зал Больше 50 человек Люди заходят В ожидании И тут я слышу Такую фразу Которая меня немножко Ошарашивает Я с этим встречался Но я честно Об этом забыл Где-то вот тут Такой голос Чего не началось? Ну сейчас значит Господь нам приедет И расскажет Сколько надо выпить Кандьяка Перед выходом на сцену Так сколько? У меня вот так вот А на самом деле Это есть Отвечаю на твой вопрос Нисколько Почему? Хочешь выпить Вот подумай Свой любимый напиток Можешь его даже купить Но ставь его На Потом Когда ты уже выступишь Снять этот стресс Успокой свой организм После выступления Лучше вообще После костей И шоу вечером Почему нельзя Употреблять алкоголь Перед выходом? Опять же Чистая биология Чистая физиология Алкоголь Это депрессант Почему Очень много Самоубийств Совершается В состоянии алкогольного Поединения Да? Многие говорят Вот я сейчас выпью Мои проблемы уйдут Мне от этого будет хорошо Ничего подобного Алкоголь Он снимает Наш контроль сознания И наружу Поднимается Все бессознательное То, что там зарыто Алкогольный Это усилитель 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 Именно Вот здесь Абсолютно Сейчас я к этому подойду Он выпускает Бессознательное Подсознание В данной Какой ситуации А на сцене Что у вас С бессознательным У вас там Столько страхов Зарыто И они Начинают Просто сносить И Вот о чем Ты сейчас говорил Алкоголь Снимает контроль Вы Перестаете Контролировать Свои эмоции Если на сцене Вы играете И вы видите Что Зал как-то Слабит Реагирует На ваше Действие Вы можете дать Больше поток эмоций Либо наоборот Они слишком бурно Реагируют Вы общаетесь Эмоционально Энергетически Своим залом Своим зрителем Состояние алкогольного Опьянения Вы не можете контролировать Даже Вы чуть-чуть Выпили Вы пьяны Вы себя в принципе Контролируете У вас не шатает У вас четкая речь Но Вы вышли Вы понимаете Что Несоответствие идет В восприятии В вашей игре Но Перестроить себя В состоянии Подпития Крайне Тяжело Если даже Очень многим Даже невозможно Потому что Контроль Снят И Человек Можно начинать Уносить Абсолютно За счет Снятия контроля У вас Начинает Рушаться память Если вы работаете Вживую Можете забыть слова Наоборот Контроль Сознания Нужно Усиливать Во время Выступления Один из Хороших способов Вот Мы тут Пока все Собирались Еще Ждали Людей Подойдут И когда Я сказал Все Давайте Начинать Кто-нибудь Обратил Внимание Что я Сделал Одно Маленькое Действие Я Перевесил Часто На Другую Я Всегда Ношу На Левой Руке Сейчас Он Меня Направит Это Для Моего Организма Для Мозга Непривычно Я Привык Что Тяжно На Левой Руке Я Привык Что Я Смотрю Сюда Когда Они Здесь Мой Мозг Постоянно Сыла Сигнал Что С Правой Рукой Он Постоянно В Тонусе Поэтому Когда Мой Мозг В Тонусе Я Не Могу Забыть Ни Слова Я Себя Постоянно Контролирую Не Могу Как Связано С Косплеем Как Это Сделать Нет Можно Сам Легулав Но Это Будет Вольно Зачем Очень Очень Просто Допустим У вас Какой Них Доспех Или Там На руче Затяните Один На руче Туже Или На плечи Затяните Его Потуже И у вас Будет Нестыковка Здесь Одно Стояние Здесь Другое Состояние И Может Вот Так Ходить И Как Вот Это Будет Происходить Как Расслабляться Как Правильно Дышать На сцене Как Успокаиваться Организм Там Еще И Дышат Я Об этом Сейчас Рассказать Не буду Найдите Просто Лекцию Воспе Станибата 2015 Посмотрите Это Час Потрясающе Потрясающе Медитативной Пищи Ну Как На этом Наверное Все Всем Спасибо Кто Что-то Может Хотел Уточнить У меня Вопрос Хорошо Либо Выключаться На сцене Хорошо Либо Выключаться На сцене То есть Уходить В себя Поиск А Мне Такая Штука Я Когда Хожу На сцену Если Это Локал Я Отключаюсь Я не понимаю Что я делаю Вообще Но я Все Делаю Так Как Нужно Я Не Замечаю Зал Но я Играю Зал Меня Не Беспокоят Вообще Кто От Мне Справа Кто От Мне Слева В какую Сторон Мне Нужно Уходить Кто Там Сидит Я Один И Все Больше Никого Нет То есть Чисто Уровнены Подсознания Просто Это Происходит Вот То Что Ты Час Час Говоришь Я Об Этого Говорил Я Не Ходил Больше Труд В том Ты Делал Потому Что Толки Нет Нет Это Есть Ты Сознательно Не Понимаешь Что Ты Сделаешь Тебя Вырубит Сразу У меня Сейчас Встречный Вопрос К Залу Пока Ушла Наша Лекция У кого Было Четкое Ощущение Что Вы Сидите А Я На Сцене У кого Было Ощущение Что Мы Вместе В одном плане У Большая Беседа Вот Совершенно Верно По Хорошему Я Многих Актеров Профессиональных Знаю Очень Профессиональных У нас Часто Происходит Такие Деалоги Особенно Между Собой А Вот Как Ты От Зрителей Защищаешь Сценку Чтобы Нейти Свои энергии Эмоциями Не снесли Какие Там Водопады Представляешь Водопад И Вот Я Зритель Кто-то Там Стены Выстраивает Этого Делать Ни в коем Случа Нельзя Вы Вас Качено Воспринимают Вас Любят Наслаждаются Вашим Выступлением Когда Вы Едины Со Зрители Другая Ситуация Ты Там Больше Работаешь Голосом Контролируешь Это Все Это Нормально Насколько Ты Посылаешь Эмоции В зал Свет Своим Голосом Свет Своей Песней Или Я Тихо Сам Собой В пицце Могу В ванной Душ Попить Я Хочу С позициями Психолога Артёра Сказать Есть Такая Очень Неприятная Речь Как Самонакрутка Я На сцене Ловил Ощущение Сказочное Кайф Прет Ты Играешь Тебя Прет С того Как Ты Играешь Накрутка Кайф 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 Организм Подошел К пределу И ты Падаешь У тебя Начинают Выключаться Мозги Залон Никого Нет Ты Есть Сам Вся Твоя Эмоция Крутится Крутит Организм Работает На эмоцию Которая Не уходит Не уходит Не уходит Потом Мозги Говорят Стоп У нас Не хватает Вечислительной Мощности У тебя Начинает Отключаться Самое Неважное Иногда Отключается Дыхание Иногда Начинает Отключаться Мышцы Но это Только Если Очень Долго На сцене У меня Самый Замечательный Случай Самой Накрутки Длился Секунд 40 Я Вышел На сцену Ну я Перед этим Хорошо Подышал Я вышел На сцену В истерике У меня Пошла Самая Накрутка Я Прошел Сцену Сказал Четыре Слова Вышел И упал За 40 Секунд Я Загнал Свои Мозги В состоянии Гипервентиляции Я Шел У меня Пёрл Выхожу И падаю Потому Я уже пьяный Мозги сказали Так Стоп Хозяин Сейчас Мы Сдохнем Поэтому Мы Сейчас Выключим Тело Посиди Сердечко Успокоиться Подыши Нормально А лучше Не подыши Пускай Будет Гипервентиляция Мы Сейчас Себя Соберемся И потом Давай Играй Поостороже Ощущение Вот такое Очень страшное Когда Тело Отказывает Еще У меня В принципе То же самое Как у него Только Немного Наоборот То есть Казаться Смотришь Все Отлично Все Проработано Ты знаешь Что ты хорошо Быстро Начинаешь Выходить Ты выходишь Ты тоже Отключаешься В принципе И у него Народа нету А мне кажется Что он увеличится Не знаю Умножение На 10 Становится Больше Просто Раз в 10 Что Что Смотришь Ладно Человек Три Смотришь Смотришь Так Блин Куда Они столько Взялись Просто Идет Такая Немность Отключил Отключился И вот Смотришь А ты охота Ты там что-то делаешь Траматически Ты не чуешь Но мозг Думает Просто Я сейчас Выеду И нарвую Ну что-нибудь Это и есть Контурагрессия Это и есть Контурагрессия Ты сам Дышать Вообще Я сейчас Товеря Вот сколько На сцене Когда вы вышел На сцену Смотреть За что То есть Ты находишь Все За путь Вот Это действительно Та самая Контурагрессия Нападение Просто Если я Говорил До этого Что Эту энергию Надо переводить В эмоции И подавать Залу Через свою роль То Во-первых Ты не избавлялся Перед выходом От лишней энергии Их было слишком много Я не знаю Это насколько У меня энергия Я-то Я весь день Бегал Весь день Фотографировался Это не важно Понимаешь Что только не делал Вопрос Вот такой Кто был на Касплейшоу Тетерестан Все помнят Да Я играл вчера С мамой Да Очень коротенькая роль Да Это Все помнят Как я там Сдол Тебя прекрасно Вкушали Отлично Я до этого Не спал Двое суток И практически Ничего не ел Вы представляете В каком состоянии Был мой организм Я уже Я реально Я готов был Вот так вот В уголке Спал Стихи И вот Кускай от меня Отрезай Но Я одел Костюм Я одел Противогаз С ушами Подошел К краю Сцены И Понеслась Коленки Ручки Слава Господи Что мне ничего Говорить не надо Вот Но Внутри Где-то волнение Ничем Нарастать 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 Я понял Что Оказывается Я не совсем Еще сдох Я честно Не делал Физические упражнения Но Но мне Я понял Что энергия Нарастает Ее нужно Срочно Сбрасывать Срочно Потому что Слишком короткой роли Не смогу Это выплеснуть Все на сцене Я очень просто Волонтером И всем Косплеером Которые стояли За кулисами Их оттуда Разогнал Очень жестко Очень агрессивно Сказал Что вы здесь стоите У меня здесь выходить На сцену Вы мне тут Костюм цепляете Сейчас что-то Задените Вы не выступаете Вышли отсюда Во-первых Я позаботился О себе Что мне будет Комфортно Появляться На сцене И сбросил Вишнюю нерку В чем Никого не оскорбив Не задев Это действительно Было по делу Все что остальное Осталось Выпросил на сцене Вот и все Вот по сути К тому что ты говоришь Вот так вот и надо Делать Я до этого говорил Что Тебя нет на сцене Понимаешь Ты правильно что ты говоришь Я выхожу Вот он на меня смотрит Делаю Да Еще конечно Их много Причем Еще Еще Их много Ты жирная няшка Вот Няшный косплей Это боже мой Сейчас я возьму Шприц и высушу Какой косплей Когда ты на сцене Нету никакого косплея Ты выходишь В костюме Наруто Это не косплей По Наруто Это мир Наруто Ровно По границу Сцены Вы в другом мире Вы совершенно Другой человек А когда вы Начинаете Вот как-то Ненавидеть Это уже С позиции Снутри человека Это говорит Ты переходишь Получается А когда вы Все-таки Вжились в роль У вас К залу В принципе Таких эмоций Быть не может Потому что Вы этих людей Не знаете Но зато Главное В роли Вживался Вы выступали В принципе Нормально Я даже Оттуда Крабиком У меня будет Своё Да У тебя будет Своё Вот Опять же говорю Учитесь Вживаться В роль Потому что Выступили В принципе Хорошо Вот здесь Вот сейчас Сидят люди Тебя удовлетворяет Этот результат Люди С которыми Мы ставим Постановку На Белгород Очень серьезную Тяжелую Эмоциональную Постановку Данил Яна Все Помнят Не дадите Собрать Что Постоянно На репетициях У меня только Одна фраза У вас Нет Покажите мне эмоции Вашего героя И мне Не нужно Чтобы вы отыграли В принципе Хорошо Мне нужно Чтобы Вы Отыграли Отлично Чтобы Именно Вот эти Актеры Развернулись На сцене Не вы Вышли в костюме Какие мы Крутые А именно Герои Развернулись И когда Это делает Каждый Постановка Становится Успешной Зал Радуется Или Сочувствуется Переживая Смотрим Эмоции И вы Все Вместе Вы Получаете Буви Аплодисментов Овации С вами Потом Всех Пофотографируй Даже Если У вас Костюм Баба Бручки Рубаш Переключение Именно Переключение Вот у меня Вчера Было Три выступления Вот Это с опытом Когда вы Начинаете Выходить На сцену Лучше Этого Не делать То есть Поиграйте Пару лет Одного Персонажа Научись Именно Вживаться В роль Потом Поиграйте Двух Персонажей И Знаете Нет Такого Что Я Боюсь Выходить На сцену Мне Наоборот Мне Хочется Туда Я Туда Рвусь Мне Нравится Это И Все Равно Ухожу Со Сцены Это Было Круто Я Ложанул Но Все Равно Это Срабатывает Чисто Адреналит То есть В этом Ничего Такого Нет Это Состояние Привык На Физическом Возьмите Эмоции Еще Вопрос А что Если Ты Боишься Именно Команды То есть Например Один Ты Не Боишься Потому Что Знаешь Что Даже Если Ты Что Делаешь Ты Сам Можешь Любой Минспресс А Вот Команда Ты Боишься Сразу За Всех И За Семь И За Всех Сразу И Как Это Из-за Того Из-за Того И Эта И Как говорится Первый Ложанул Все пошли Семь Ответ Никто Не Уженет И Просто Я Всегда Своим Были Просто Выстраиваю Каждый Отвечает За Семь Совершенно Верно В принципе Я об этом Говорил Ближе Страх Поопозориться Да То есть Нужно Разделять Уметь Разделять Ответственность Ты Несешь Ответственность За Свою Роль И Если Каждый В команде Несет Ответственность За Свою Роль То Страха За Другого У тебя Быть Не Может Тебе Главное Сыграть Себя Своего Персонажа А Другой Персонаж Будет Играть Перед Твоим Персонажем Упадет Эта связка Не думай О других То есть У тебя Есть Роль Подумай Просто В Таком Ключе Отходе Что Что я Сделаю Если Вдруг Вот Этот Актер Забудет Свои Слова Как Я Смогу Ему Помочь От Лица Своего Персонажа То есть Как Я Смогу Его Вернуть На Это Русс Про Газету Драматическую Сцену Он Рассказывал Для То есть Какие пути Именно Твой Персонаж Может Допустить Не Так Что У тебя Роль Забитая Девочки И Ты Решаешь Ему Помочь Ну Где Вот Ты Вот Это Вот От Лица Своего Персонажа У меня Тоже Такой Было Когда Я Забыл Свои Слова Мы Играли Этот Спектакль У Девятый Раз Меня От Она Подводит Итог Спектаклю И Девятый Раз Мы Завершили И Тишина А я Забыл Я Что Должен Что-то Сказать Я Жду Последние Завершающие Фразы После Моей Тишина 15 Наверное Абсолютно Я На Меня Так Смотрит Что Тут Происходит Ему Выходит Просто Одна Девушка С которой Мы Играли И говорят А что Ты Думаешь Вот Этому Поводу Чего Тебя Вообще Ты Научила И тут Я Понимаю Что Это Мой Косяк Я Забыл Стало Но Она Не Выходя Из Роли Помогла Вернуть Меня На Повторю Персонажу Это Все Зависит От Опыта Да Это Девятый Раз Просто Девятого В принципе Любой Другой Под Но А тут Просто Казбэнда Они Все С разных Городов Тот С белого До Строфли Коскор Об Они Приезжают Они На неделю Приезжают Репетируют Получается Я Об Это Сегодня Уже Говорил Учитесь Работать В команде Начинать Что Мешает Репетировать С первого дня Репетируйте Больше Репетируйте Чаще Репетируйте Дольше Срабатывайте Сделайтесь Одной Командой Одной Действительно Театральной Труппой Одним Кастбендом И делайте Замечательные Постановки И Все У вас Будет Отлично Спасибо 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 Спасибо